Поскольку система храмических налог достаточно сложная, мы с вами определимся с двумя важными для нас сейчас разделениями, которые можно назвать весьма условными, но тем не менее очень удобными для изучения. Итак, разделяют микро- и макроэкономику. Если мы будем рассматривать экономику как сферу деятельности людей, как систему, то можно сказать, что макроэкономика рассматривает систему в целом, наблюдает за ее характеристиками, за характеристиками ее состояния, не разглядывая, что называется, детали, не разглядывая ее элементы. Если провести аналогию с живым организмом, то можно сказать, что это, допустим, измерение температуры тела. Макроэкономическое исследование, макроэкономические показатели, как вы видите, безработица или инфляция, это как измерение температуры тела, которое показывает, что что-то происходит не так, или наоборот, что все в норме. Повышение, если у нас повысилась температура, она может повыситься по различным причинам, которые даже сразу определить невозможно. Но это некий показатель. Макроэкономика рассматривает систему в целом. Микроэкономика, с которой мы с вами начинаем изучать экономику, это дисциплина, которая уже изучает систему, но рассматривает ее элементы и связи между ними. Элементами основными экономической системы упутненными можно назвать домохозяйство, фирмы и государство. Взаимодействуют эти элементы через рынок, поэтому мы изучаем закономерности рынка в курсе микроэкономика, проведение потребителей, продавцов, взаимодействие спроса и предложения. Все это изучаем микроэкономика. Итак, основной экономической проблемой фундаментальной является конфликт между фактически неограниченными человеческими потребностями и ограниченными ресурсами. Ресурсы используются для производства товаров и услуг, которые, в свою очередь, удовлетворяют потребности человека. Вот этот конфликт необходимо человечеству всю свою жизнь постарается разрешить. Давайте определимся со всеми входящими в данные определения основной экономической проблемы понять. Субтитры создавал DimaTorzok